Рок-н-ролл Мама, это рок-н-ролл, рок-н-ролл Рок-н-ролл Закончился век, а над нами шаги Закончился век, такие дела И не верьте глазам, что не видно низких И не верьте любви, что она умерла И каждый вошедший в тебя был так рад Мы раздвинули дно, научившись летать Ты был в профиль неплох, что не скажешь про зад Кто же вытоптал небо, украл благодать До свидания, мы говорим прощай Прощай, мой век Я переехал в Уфу, учащий седьмого класса И уже знал, что такое рок-н-ролл, что такое битлы Что такое вот эта энергия, что такое звук электрогитары Пели какие-то песни разнообразные Песни Криденс, Кристи, Джимми Хендрикса И я приехал в город такой высокой музыкальной культуры Естественно, в Уфе была улица Ленина Это был наш главный стрит И был Родвей, где собирались все продвинутые молодые люди Обменивались дисками Заказывали себе джинсы Обменивались информацией какой-то О том, что Джан Ленн на самом деле не двух метров роста, а двух с половиной Когда подбегал какой-нибудь милиционер Фарид и кричал Больше трех не собираться Сейчас милицейская машина приедет Всех бит, берет, перекидаем Мы вставали в поле видимости по трое друг от друга Вводили его в страшную ярость С другой стороны ходила литература За которую давали 8 лет Если ее найдут у тебя дома Сейчас же можно сказать Получали мы ее из многих источников Но главный был, конечно, Боря Развеев Я, в общем-то, всегда был, скажем так, идеологом вот этого движения Борис Развеев первый, такая существует легенда Такой отец тусовки уфимской Самый волосатый, самый разумный человек Самый начитанный Он прошел по улице со свиньей На самом деле, честно говоря, этот поросенок, он бедненький Я уже даже думал иногда, что взять и так сказать Эпитафию, что ли себе написать Свинью на могилку поставить И, кстати, свинья вывела его в люди Я очень хорошо помню это время Хотя бы потому, что Тогда количество вокально-инструментальных ансамблей Измерялось сотнями В каждом домоуправлении В каждой школе был ансамбль А то и по два, и по три Которые играли там Ночами Этот несчастный Битлз Вымученный С неправильной гармонией Жутко орали Тянули жилы На танцах Эти музыканты Вообще эти ребята в школе Там у себя в домоуправлении Это были самые вообще желанные гости Во всех компаниях Вот такое было время Ансамблей было много Не было ни одного моего знакомого Который бы не строил электрогитары Да И вот как бы объяснить, почему именно рок-н-ролл Почему этот новый звук Объяснить очень просто Потому что радио, телевидение С своими двумя каналами Или одним, да Это все сплошные марши Все такая официальная песня Ничего душевного Очень мало душевного было Это соло барабан в оркестре Эта энергия времени была саккумулирована в этих звуках И постольку, поскольку Вот этот звук электрогитары Я имею в виду не звук Вот этих многочисленных via А вот именно вот этот запрещенный звук Настоящий Фендеровый С хорошим овердрайвом Да вы представляете Был просто запрещенный звук А этоobee Аэпс Аэпс А теперь Нthan В agradeцах Замень Окибаюсь Окул Народ Да. Иду я по улице Ленина в городе Уфе. Волосы распущенные, борода развивается по ветру, все украшения из бисера брякают. Навстречу идет группа таких потрепанных молодых людей, небритых, с такими голодными глазами. Я смотрю половину знакомых, спрашиваю, что такое у Ростема Асанбаева. Он сказал, мы рок-группа. Как называется? ДДТ. И выдвинул Юрку Шевчука вперед. На концерт приехали ребята из первого состава ДДТ. Ростем Асанбаев и Язов Южин. Зимой 80-го года, насколько я помню, на одном из фестивалей Ген Родин, бас-гитарист, с которым мы работали, услышал Юрия Шевчука. Ну, очень понравился ему голос. Он пел какие-то песни протестовые. И, значит, в один из вечеров он пригласил его в клуб «Авангард». Дошел такой Юра, в кроличьей шапке, в таком черном ламинированном тулупе под кожу. Валеньки здоровенные, бородищи. Мне почему-то больше всего запомнились совершенно старомодные очки, перемотанные лекопластырем. Но это было что-то, конечно. Вид. Давай, парень, что петь будешь? Ну, Юра так мялся, не знал, что предложить. Второй взял. Аккорд там совершенно неказистый какой-то. Как завопил. Душа среди оси. Так меня в кресло вдавило. Я сказал, все, достаточно, работаем. Но вначале мы не пели своих песен. Мы очень долго и мучительно на заре группы ДДТ спорили с тогдашним клавишником группы, великолепным пианистом Володей Сигачевым, о том, можно ли вообще петь рок-н-ролл по-русски. Нам смелости не хватает там тексты самим писать. Ну, давай попробуем. И мы стали пробовать, совершенно не зная, что уже давным-давно в Петербурге играется и поется рок-н-ролл по-русски. И давным-давно он играется и поется в Москве и в многих других городах. Ну, поскольку я как бы хорошо с русским рок-н-роллом тогда был знаком, я пригласил их к себе послушать музыку. Урал Хазиев – это Джимми, такой совершенно продвинутый человек, который колесил автостопом по всей стране, привозил коллекционера замечательный, и который наладил дорогу уже в питерский рок-клуб, который уже тогда существовал, и привозил группы питерские. И, по-моему, для них было откровением, что кроме них еще кто-то по-русски поет в стране. По-моему, они считали, что есть только одна группа – это «Машины времени». Мы, конечно, хотели петь рок-н-ролл по-русски, я очень хотел. И вот собралась группа в 80-м году, Гена Родин, наш славный руководитель, замечательный человек, Геночка, да, наш папа такой. Рустем Асамбаев, который был у Фимска, Джимми Хендрикс, просто лучше всех. Играл и до сих пор, кстати, играет. У него чувство стиля просто замечательное. И это не я, Сабдюшев. Володя Сигачев, мы пытались вот петь вот мои песни, которые были написаны просто под гитару. Такие, как «Не стреляй», «Дождь». Это самая первая песня группы «Деда-Деда». «Уфа», «Улица Ленина», «Сижу на подоконнике». «Дождь», «Дождь». Гром прогремел по крышам, распугал всех кошек гром. Я открыл окно, и веселый ветер разметал все на столе. Глупые стихи, что писали в душе стихи. Звук хоть и неказистый был, но это был Юра, и это была настоящая музыка. С этого и началось наше творчество. Ну и завертелась такая машина под названием «ДДТ». ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ А потом была рабочая запись первая, которая меня сразу поразила, конечно, и качеством, и уровнем. И я ее сразу отправил в Питер, в Москву, друзья. Пришли сразу рецензии неплохие. И помню, Джимми отвез нашу первую кассету. Приехал и сказал, я оставил даже самому Морозову, так закатывая глаза кверху. И Майка Науменко, еще более закатывая глаза кверху, они сказали, что не очень плохо. И мы были просто счастливы. Да, и что им понравилось, да, они сказали, что это рок-н-ролл, да, что это нормально. И вам передали большой привет. Это был самый меткий выстрел. Выстрел в лицо, выстрел в упор. Это было давно, прошло столько лет. Но боль не прошла до сих пор, каждый день она. Меткий выстрел и выверен. И вдруг комсомольская правда, Гена приносит из туалета. Так, какой-то, пошел в туалет, какой-то клочок газетки такой, да, и говорит. Вот, посмотрите, конкурс какой-то по кассетам. Надо же, типа, от нашей стороны такого не ожидали. Никто ни во что не верил. Организовал этот конкурс Юрий Филинов. И вот мы получили тысячи, десятки тысяч, я помню, писем. И каждому, кого они назвали, мы потом прислали им такую специальную открыточку, где просили их записать две песни, которые они наиболее полно отражают их творческую индивидуальность. И нам дали такую от комсомольской правда бумажку, что вы имеете возможность записаться, качественно записать свои песни на местном телевидении. Я даже не помню, там, по-моему, был вариант «не стреляй». Проходит какое-то время, чуть-чуть, наверное, там, ну, месяца три, приходит бумага. Сказано мне было приезжать одному, без группы. То есть там есть музыканты получше, типа, там, не с тем звуком рок-н-ройным, запрещенным, а с таким нормальным «Виа», таким аккуратным, деликатным комсомольским звучком. Только б это было, только б не прошло. Так, там в Москве я получил второй удар, что, Юра, песня «Не стреляй» очень хорошая, но вы должны спеть песню «Пахматовой». Я прочел текст, мне строчка запомнилась, что-то про любовь, но очень хороший такой эпитет «Ты как след реактивных инверсий». Я сказал, ребят, я это петь не могу просто. Меня засмеют, да и самому стыдно. Когда увидели, как Шевчук вышел на сцену, там, по-моему, главный редактор музыкальных программ просто скатилась с кресла. Отснимали все, посмотрели даже в монтажке, как мы хорошо смотримся. Вышел человек во всем черном, в черной рубашке, в черных брюках, а я ему говорил, Юра, ну, одень хоть что-нибудь, ну, важно, чтобы тебя увидели, услышали. Когда показывали уже по телевизору этот камертон, этот конкурс, первый звук мы услышали в нашем выступлении, все, до свидания, мам. Не стреляй, воробьев, не стреляй, глубинь, не стреляй, просто так, из рогатки своей. Эй, малыш, не стреляй и не хвастай другим, что без промах объешь по мишеням живым. Ты все тиры измазил, народ удивлял, как отличный стрелок. Призы получал, пил с улыбкой, не целись, но вскидкой в лед. А кругом говорили, вот парни везет, не стреляй. На этом конкурсе я познакомился с группой «Рок Сентябрь». Они имели очень хорошую аппаратуру, решили работать вместе. А тут как раз было все, и микрофон, и шур. То есть, как тогда говорили, фирма. И можно было делать настоящий рок-н-ролл. То есть, вся палитра красок была перед нами. Мы с Вовой все бросили, уехали в Череповец. Их, оттуда потом такие письма приходили. Жалко, у меня рисунки не сохранились. На вокзале Кобрин мне сказал, что старик, нам надо пробиваться в ящик на телевидении. И запел как бы совсем другие песни. Тут же мы с ним разругались. С Вовой просидели месяц в Череповце. Как бы я там работал художником. По-моему, самый тяжелый период, мне кажется, у Юрки в творчестве. Да, собирали бучки на остановке. Курить хотелось. По ночам, да. Помню так о голодаре, что я пошел на вокзал. Там какой-то мужик ел в кафе. К нему подошел, говорю, дай хлебу. Он говорит, да. Я с этим хлебом убежал. И тут же его съел в кустах где-то. Но было невесело. И за этот месяц нашего существования в Череповце с тягачом написал целый альбом песен. Который я и назвал «Компромисс». Ну, это конкретная картинка. Это очки Юрия Ляновича, которые не увалялись долго дома. Эти очки разбиты на самом деле. Не знаю, по какому случаю. Но, скорее всего, это по случаю каких-то споров. Пришел я ночью к Кобрину, сказал, если ты не поможешь нам записать альбом, я тебя убью просто. Был я худ, глаза были большие, кулаки тоже. И мне было нечего терять. Кобрин на меня посмотрел, побледнел и согласился. И за три дня мы записали этот альбом. Вот и найден компромисс. Мы забрали эту пленку, я поехал в Питер. Шесть утра, звонки в дверь. Мороз минус тридцать. Кто что, открывая, стоит Юрка в тулупе, в заячьем трехе. Очки изоленты перематаны, но глаза блестят совершенно. Мы пока просыпались, он быстро подлетает к бобиннику, ставит пленку. Это вот альбом, который потом получил название «Компромисс», хотя он первоначально назывался просто «ДД-3». И тут мы с Сашей Кондрашкиным садимся на пол от качества звука, от качества записи. Песня 82-го года Недавно я в Москве бывал, Куда хотел, туда попал, О чем мечтал, я заимел. Все, что хотел и не хотел, Ему и слава, и почет. Вот 82-й год, это было первое время такой проверочки, что ли, выбора дороги. И, может быть, это пышно звучит, но это было именно так. Вот там мой лучший друг живет, Вот для меня на все пойдет. Умел, силен и очень смел, Как бы я ни захотел, Из-под земли мне достает Индийский чай. Пашкирский мярд, Милый мярд, Пашкирский мярд, Милый мярд, Время было золотое, на мой вкус. Оно было яркое, громкое. Это сейчас все говорят про засилье коммунизма, социализма. Мы другой жизни не знали. Жили в той, которая была, И играли ту музыку, которую мы хотели. А потом неожиданно, в начале 80-х, Прессинг очень сильно усилился почему-то, Не знаю почему. Я всегда думал, А вот что же толчком для человека, К тому, чтобы он ощутил Вот это стремление к свободе. Но это, прежде всего, Это внешнее давление. Вдруг начался прессинг, Просто обыски. Искалась любая уголовная зацепка, Чтобы людей посадить. И я понял, что ну все. Это был 1984 год, Последние судороги режима. Как раз закончилось строительство в центре города, Огромного здания КГБ в Уфе. Такое, они, по-моему, решили московское переплюнуть. Ну, архитектура абсолютно такая же, Но и у них их стало много, А работы мало. Я пострадал меньше всех. И наша группа ее просто развалили. И пошло вот это вот безвременно страшное, По простой причине. Не из-за того, что КГБ, Не из-за того, что что-то, А невозможность сделать что-то, Невозможность пробить, Какую бы то ни было стену. Но зрел уже такой альбом «Периферия». Это уже было серьезно. Периферия! Мы его записали на том же телевидении, Уже имея там друзей, Проходя на цыпочках, Биба спящего мента, В три часа ночи. А до семи нам нужно было убираться, И за три дня был записан альбом, Какие-то в безумных условиях. Ну, вот так горели. Был такой кайф. Этот альбом, И вот за этот альбом мы получили все. Уже и допросы, и беседы в КГБ. Вплоть до того, да, не знаю, Он рассказывал, что ему предложили подписать бумагу, Что он никогда больше не будет писать песен. Было это так, утром звонок, Юра, постричься, побриться, Там, прилично одеться, во все чистое. Я говорю, вы что меня расстреливать будете? Да, в шесть утра звонок такой. Нет, мы, говорит, вас на планерку вызываем, Вы будете нам объяснять, Как вы до такого докатились. Я говорю, до чего? Ну, вот до того, что вы поете, говорит. Так, говорит, все очень печально. Я так подумал, говорю, А пошли вы все на. И сказал сакральные, Эзотерические, Метафизические, Три замечательные буквы. И положил трубку. Он позвонил через час, Буквально, видать, посовещался, Или оторопел так. И говорит, как на? Я говорю, да еще раз, с удовольствием. Так был уволен. Из этого был КСМ. Подпольно на телевидении записали периферию, Но другими музыкантами. Он хотел попробовать другой звук. Репетировали музыкальный материал для периферии. Мы в дворце культуры авангарда. Самый цемь из ситуации в том, Что авангард находился прямо напротив городской тюрьмы. И была такая даже идея, Выпустить его под названием другим. Написать какой-нибудь город Челябинск. И датировать каким-то там 78-м годом. Да, такие наивные. Потом я говорю, Юра, Неужели, думаешь, никто не узнает, Что это ДДТ? Да, но его надо никому не давать. Так, засекретить. Проходит неделя. По Уфе идешь из всех окон. Потом он приехал где-то под Новый год. Где-то ближе, не только в декабре. С уже с альбомом, уже с катушкой. И снимал он квартиру там, где-то на новостройке. Снимал квартиру. Мы там собрались, помню, была отцовка. Там ребята там были. Борька разве сейчас, ныне священнослужитель в Москве служит. Помню, это был 29 января. Мы там в одной квартире были, у нас там диспут с ним, как всегда. Юра же, он такой, он любит так докопаться до истины, придавить других, значит, свое мнение. А тут со мной. Вышел такой спор идеологически очень сильный. Юра, значит, говорил, что вот он выступал, его слушало 100 человек, он пел такие песни, а вот политика Развеева, вот эти вот книги все умные. Забрался, я говорю, в темную комнату, кричишь оттуда. То ли дело мы играем, говорим открыто. А Боря отвечал, что наоборот, философия состоит не в том, чтобы на сцене там с гитарой веселить публику. Я говорю, Юр, вот не знаю, конечно, время покажет у кого, что. На следующий день разве ее арестовали? Время показало буквально сразу. А, а, была последняя фраза, а ты еще станешь популярным певцом. Потом уже были беседы в конторе, и, действительно, я помню, спотешиваю, а в обкоме министра культуры БССР, а там были все, у главного нашего обкома секретаря, и они все вытирали пот, потому что он им, видать, вставил всем, и они так вытирали пот, и они вообще не понимали, как я там вообще, как меня проглядели. А там уже с Алиной, дядей собрались в галсту, с депутатскими значками. Это министр культуры, говорит, ну, мы, говорит, блин, замучились вас искать. Я, говорит, приехал, говорит, на Дальний Восток, говорит, а там мне, говорит, а вот у вас, говорит, настоящие диссиденты есть, говорит, вот периферию альбом выпустили. Я говорю, какую такую периферию? Алло, центр! Центр! Мяса вам больше не будет! Центр! Центр! Мяса вам больше не будет! Мы отделяемся! А-а-а-а! Вот кидайте, суки! Центр! Сажайте мясо в своем гребле сами! Алло, алло, алло! Центр! Это не одна власть не в силах. Эту свободу внутреннюю отменить, да. Поэтому это у них не вышло. Но многие друзья, вот Борю, Развею вообще посадили. Я как раз сидел у Юрки, обедал с работы, зашел. И нам жена, Боря, приехала, говорит, 14 человек с автоматом его арестовывать. Отец Борис, великолепное чувство юмора. Он закрыл дверь, и Таня говорит, давай замочим всех сейчас. И скажи, что никто не приходил, да. Поднимаемся, у нас там в старом здании было какие-то джебиты. Поднимаемся, такой, идеолог был такой, полковник один, Лешкин. Встал на колени, значит, крестится и говорит, о, нашего праведника вы привели. А я по голове похлопал, говорю, вот так нас здесь и должны встречать. Я говорю, правильно. А то, что ты, говорю, перекрестился, тебе мама, наверное, научила, тебе Господь это зачтет. Флаг у меня американский был. Мне ребята в Москве подарили. Что за флаг? Я говорю, американский. Так, откуда? Я думаю, что вы мне говорите, что настоящий. Я говорю, да я батиком занимался, расписал. Так на экспертизу срывают флаг. А я кино насмотрелся детективно. Думаю, ай, сейчас анализ сделаю, ткань американская. Краски американские. И я засыпался, да. Завалю Бориса. Он говорит, да ты что, говорит, текила у вас смотрелся. Это в Москве может быть такая экспертиза. А он носит, говорит, какой-нибудь дед, пожует его так. Скажет, да, американский. Напишет, заключили, и тебя, говорит, упекут. И всю нашу тусовка разметала, на самом деле. Потом, значит, вот началась вот эта вот история с органами. Вот. Это статья пресловутая, она у меня даже где-то сейчас сохранилась. Это газета. Министрель с чужим голосом. А история началась с того, что в Казахстануской правде статья с чужого голоса, по-моему, как-то называлась. Министрель с чужим голосом, это появилась статья в Башкирии. Там упомянули «Свинья на радуге». Почему-то кому-то показалось, что это о наших портократах, бюрократах, о членах поли-бюро. Где бы радуга висела, а на ней свинья сидела. И осоловившим оком свысока на нас глядела. И осоловившим оком свысока на нас глядела. Или свинья, а ты как сумела, высоко так залететь, Как на летном пятном месте умудрилась усидеть. Не помню, по-моему, какой-то композитор эту статью написал. Явно сфабрикованная, подписанная людьми, которые, в принципе, и даже не подписывались там. Как обычно это делалось. КГБ пишет, а начинаются звонки известным башкирским музыкантам. И говорят, вот мы вашу подпись по данной статье хотим поставить. А тут какую, говорит, подпись? Это нормально, нам статья, говорит. Тут начинают возмущаться. А мы вам звание за что дали? А квартиру за что дали? Отгремели все речи Горбачевские. А в Уфе ничего не менялось. Потому что Уфа тогда, это был байский социализм. Сейчас это байский капитализм. Но слово байский в таких республиках, как Уфа, Казань и многих других национальных, это будет еще долго, к сожалению. И к несчастью, кстати, да. Заканчивается песня примерно так. Полный мудрых наставлений Я пошел своей тропою А по радуге стекали разноцветные помои Когда начались эти статьи о том, что я враг государства и народа и так далее многие люди наши уфимские просто которых я не знаю многие даже до сих пор стали писать письма коллективные прямо в газеты в местные наши башкирские с призывами руки прочь от Шевчука никакой он не враг страны, России, народа просто поет честные песни Если бы как раз вот в Уфе люди не организовали какое-то движение в защиту Шевчука его бы просто посадили в психушку потому что ему же говорили, что он агент Ватикана Я помню, пострадали студенты уфимского официального института которые написали свои адреса, телефоны под этими письмами и несколько студентов были уволены из института потом танцевальный ансамбль был весь расформирован мои друзья подписали письмо замечательный уфимский потом из мединститута были уволены несколько человек из нефтяного института было уволено несколько человек просто очень масса людей пострадало и вы знаете до сих пор я это все помню и я буду полным дерьмом если я забуду этих людей это правда нас сомнения грызут я сомнения этим не рад эта мерзкая тяжесть в груди разбивает любовь а пока мы сидим и страдаем скулим у захлопнутых брат нас колотит уже чем попало да в глаз или в бровь вот такие дела и вот эти люди наверное не наверное а точно и спасли меня среди этих людей была моя будущая жена с которой я познакомился чуть позже да ильмирка она ходила просто по улицам да собирала подпись вот ну мы познакомились не на этой площади а как бы вот я ее встретил на улице увидел и то ли умер то ли выжил она мне очень помогла в те времена да я говорю юра такая ситуация судя по всему дом большой их много гонять некого наши половина сидят половина разбежались следующий ты сладостела питала но скоро закончился срок он подъехал незрим от черте где все рвется за миг а в застывших глазах обращенный к началам дорог затвердел и остался навек не родившийся крик это тоже был такой выбор какой-то это была весна 85-го года я получил эту роль мне выпал счастливый билет я получил эту роль мне выпал счастливый билет я получил эту роль мне выпал счастливый билет Я получил эту роль, мне выпал счастливый билет Мне выпал счастливый билет Мне выпал счастливый билет Мне выпал счастливый билет В 85-м году мне была сказана еще одна песня, как бы, Алис Контора слова на ветер не бросала Тогда Да, если уж человеку сказали, что его посадили Значит, так оно и должно было быть Поэтому мы, как бы, на этот счет особо не импровизировали Ну и кислород стали закрывать конкретно там Вот И как-то так, да, как Юрка говорит, телефончик у него затих одно время Люди боялись даже звонить Ему буквально приходилось скрываться, то есть ни дома, нигде там Юрка уезжает в Москву Вот начались первые вот такие, как бы, шаги То есть предпосылки отъезда из Уфы вообще Это вот была Москва, где они писали альбом «Время» И написал такой альбом «Время», очень устремленный в будущее «Время играет с нами в детство, детством мы рождены» «Время», там, «Юность», «Долой», «Штаны» и так далее «Время играет с нами в детство, детством мы рождены» «Время плает с нами в юности, юность, снимай штаны» И какие-то стихи, и квадратные колеса, и какая-то поэзия там пошла именно в этом альбоме «Время» Какая-то в нем была вот именно вот эта вот, свет был в этом альбоме И все в кайф, все в кайф И все в кайф, все в кайф, родная Все просто, отлично, пусть бесятся наши штангованные враги Мы тоже не будем излишне тактичны на нашем коротком пути Но тогда уже мы были настолько запрещены Что, когда мы писали о ритм-секцию в Москве в каком-то клубе, у каких-то ВИА богатых Я там не появлялся Мы специально старались Юру не показывать, что он будет петь Вернее, его видели, все, но мы не знали, кто он такой Сигачев мне потом рассказал, я не присутствовал, что папик проходил Остановился так, послушал немножко, говорит, ребята, а вы что-то больно на ДДТ похожи Вы не ДДТ? Нет! Нет, ты что, какое ДДТ? Я сбрил бороду, чтобы меня не узнавали Записали болванки, все нормально И Юра как-то не выдержал Я начал петь, и они побледнели все Это что, Шевчок? Ребята, которые у нас принимали музыканты По моим карнавалом Составили стоп, 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 ребят, все Все! Хорош! Разбегаемся в разные стороны Уничтожили запись Знаешь, как люди боялись? В 85-м году, в 16-м И писали этот альбом Время в квартире На метро Параск На 9-м этаже Замещательного человека Сережи Которого через два месяца после этого посадили Так как техника в то время была не многоканальная у нас А просто двудорожечный магнитофон Писали это на квартире Вот, неоднократно записывались в противофазе Было 100 тысяч дублей Юра Концов очень сильно охрип И едва-едва мог петь Все музыканты, ну, уже просто как выжатые лимоны Потому что их настолько гноит эта неудобная ситуация Частично были прописаны Рояль, ударные, бас А все остальное накладывалось В одной комнате пульт В другой комнате Провода протянуты Там все пишут И записали этот альбом Тоже как-то за 3-4 дня У нас как-то все записи были 3-4 дня Когда я приехал в Уфу Инкогнито Моя мама заплакала Потому что я носил 46 размер А приехал после этой записи 42 размер Был, да Ну, то есть такая работа была, да, серьезная Она подумала, что я заболел раком Я отшествую вас, сыновья дипломатов Юристов, министров и профессоров Ожиревших актрис, журналистов, богнатов Многодонных поэтов и суперпевцов Короче, те, кто всегда у нас вызывают на берегу Те, кто всегда легко пронесет без вид Альбом хороший во всех отношениях Сергей Летов там на сессафоне Старший брат Егора Серега Рыженко И была идея у нас с Сигачевым, с Миязом Жесткий, такой жесткий рок-н-ролльный низ И легкий джазовый такой верх Фри джаз, можно сказать Я вот, кстати, когда слушаю альбом «Время» Сам все удивляюсь Что это я так такое наиграл удивительное И черная глядь Загромен у нас в тело С душами пронес Какое вам дело И так же легко С отвлеком и просто Бабаша отобьется Слушавшего роста Бабаша попросит Присал кричать его Юра всегда чувствует время И вот эту вот атмосферу Весь этот вот какой-то нервяк Он действительно получился абсолютно Абсолютно вот туда Как просто вот средство Время новой сообщества Со всего Я был героем в некоторых кухнях и квартирах И альбом «Периферия» был знаковым таким альбомом Я сочувствовал неким таким Серегой Есениным Таким Привезшим Свою какой-то Кусок правды Своей такой Уездный В стольный град Москва И Меня спрашивали Многие Рафинированные Диссиденты Ну а как там рабочий класс Совсем плохо Да и так далее Чёртов Слёзы От них Тоска Наше время Не терпит заплей Посмотри Старина Не любого щенка Он Развеет тебя И злей Возголодную Толпу Стоящую За искусством Лезу Раскину Всех Без очереди Я В одно Привеселей Мы искусству Без сомнений Прорубим Русло Мы искусству Прорубим Русло Становитесь За мной Друзья И тогда по-моему мы записали Совершенно спонтанно Импровизационно Такой альбом Акустический Назывался он Москва-жара Существует он В эксклюзивном виде Писали на квартире На какой-то там Магнитофон Типа Ростова Что-то я уже не помню То есть Юра пел Под гитару Я играл на скрипке Нужно только одно Нужно вот Встряхнуть душу Своего Современника Чтобы он открыл глаза И посмотрел Где белое Где черное И это было Не просто свежо Это было Ну это действительно Дух бунтарства Он был тогда Присутствовал он В воздухе Но это была уже осмысленная Совершенно конкретная Осмысленная вещь Которая может быть Потому так и прозвучала Что попала На Хорошо удобренную Почву В то время было истинно Настоящая Это была проверка Всех нас На На Жизнеспособность О как Ничтожны Ты и я Перед Навежею Судьбой И живы мы Пока друзья Стоят За нас Стоят Стеной И что мы можем Можем Жить Ещё Конечно же Любить Приятель Выбрась Камень Свой Наполни Наполни Небо Добротой Наполни Небо Добротой Наполни Небо Юра сделал себя сам Потому что он Ну В нём есть Всё, что нужно человеку Я говорю Человеку Чувствуется Вот эта какая-то Всё-таки Закладка Которая там была В Уфе Вот это вот Вот это стремление В полноте В том смысле В каком вот Тебе дано Сделать Что-то вот И вот В этом смысле Для меня её очень важно Ревут небаты Тут И там Один кричит И я не отдам Другой кряхти И мы начнём Вот так уж сколько лет Наш Бог Наш Бог всегда Всех нас поймёт К реке отпустит Воль возьмёт Вперёд Христос Мы за тобой Вера всегда верил с первого дня, что он будет выступать на стадионах, петь свои песни. У него будет отличная группа. И вот с этой верой прошел через всю жизнь. А тут как раз зарождалась эта волна, питерский рок-клоп, там уже где-то в центре, как бы это начало уже преобладать рамки так минимума любилизованности. Это было 84-й или 85-й год, мне кажется даже 84-й. Юра пишет на альбоме про 85-й, мне кажется это был 84-й. Я считаю, что уфимский период как раз на этом и закончился. А это был 84-й год, по-моему. И мне уже как бы назад дороги не было. Нужно было где-то остаться жить. Нужно было эмигрировать куда-то. В Америку, естественно, нет. Слишком далеко. В другие страны. Это вообще бред этот уезжать из России. У меня почему-то никогда не было вот этой мысли в голове. Даже странно. Вот. Ну и эмигрировал я, слава Богу, в Петербург. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok